Вот если это новая квартира, то строить или ремонтировать? Всем привет! У нас новый день, новый объект, двухкомнатная квартира, и здесь еще ничего не сделано. Здесь предчистовая отделка, мы будем заниматься ремонтом. Поехали! Первое, что я хочу сделать, это добыть воду. Без воды, как вы понимаете, и не туда, и не суда. Есть у меня старая раковина, купил я брус 50-ку, нестроганный. И сейчас я буду делать подставку под эту раковину. Поехали! Опять поехали! Что-то мы едем, все едем куда-то. Обычно раковина где-то высотой 73 сантиметра. Но я вот здесь вот сделаю высоту аж 82 сантиметра. Хочу, чтобы было вот выше вот этой газовой трубы. А потом мне понравится, всегда можно будет обрезать. Хотел по-быстрому пройти рубанком бруски, но оказалось, что рубанок-то у меня совсем и не очень-то и острый. А новые ножи знаете где? Новые ножи дома. Я даже знаю где. Но здесь их нету. Поэтому я решил быстренько шрифт-машиночкой пройти. Мне там не надо вообще идеального результата. Так, чтобы сильно за нозы не садились. У вас прошла секунда, а у меня прошли сутки. Если вы думаете, что можно за один день сделать короб под мойку, то вы глубоко ошибаетесь. Не в моем случае. А все дело в том, что в одном месте мне надо выпилить часть бруса. И у меня не было чем. И я принес из дома вот такую вот штуковину, которую я заказал на Алиэкспресс. И сейчас мы при помощи... А, зовется она Реноватор. И сейчас при помощи модных гаджетов мы попытаемся это сделать. Продолжение следует... Все, верхнюю рамку сделал. Сейчас надо делать ноги. В фигуральном смысле этого слова. Ноги приделали. Сейчас будем делать поперечины. То, что я хотел, изначально я сделал. Сейчас будем торжественно ставить. Примерять к месту. Что я там изобретал, чтобы было вот выше этой? Зачем? Я не знаю. Да, в общем-то, все нормально. Обрезать снизу, это нетрудно. Какая-то она живенькая, конечно. Больше ста килограмм держит. Нормально. Можно, конечно, поперечину сделать. Вот так вот, сзади. А надо это, не надо. Ладно, время покажет. Так, ну теперь нам надо подсоединять воду. Есть у нас идея установить... Есть такая вот идея установить вот такой смеситель. Вообще-то это смеситель для ванны. Тут еще должен быть выход на душ. Точнее, тут есть еще выход на душ. Но он у нас с электрическим подогревом. А этот выход на душ мы как-нибудь заделаем. Или поставим туда какой-нибудь шланг, чтобы набирать ведра. Было удобнее. Теперь осталось купить трубку. Сюда вот. А за трубкой надо ехать. Поехали. Вы будете удивлены, но я угадал, какой трубочкой подключать. Ну, сейчас посмотрим, пойдет ли горячее. Идет. Красота. Ой, тепленькая паша. Как я и хотел. Добавил я еще для мойки вот такую полочку. Ну, а теперь можем поговорить о самом главном. Поскольку все это мне обошлось. Давайте все по порядку. Первое. Это вот смеситель. Покупал я его давно, но сейчас смотрел. Он где-то в районе... Он где-то в районе 1400 рублей. Раковина. Посмотрел сейчас на сайте. Она тоже у меня давно. На сайте Leroy Merlin. В районе 2800. Брус, я уже говорил, 720 рублей. Полка мне обошлась бесплатно. На сифон для мойки где-то в районе у нас 400 рублей. Ну, и гибкий подвод стоил для меня 95 рублей. Итого где-то выходит все в районе 5500. Но для меня это обошлось дешевле, потому что, говорю, и раковина у меня была, и сифон у меня был. Я покупал только подводку гибкую и брус. Вот так вот. И да, еще забыл про железные уголки. Хотя они у меня и были, но стоили они для меня 8 рублей. Всего их тут 16 штук. Значит, это где-то порядка 128 рублей. Если мне не изменяет мозг старого щитовода. А на этом на сегодня все. Если есть вопросы, обязательно задавайте. Если понравилось, обязательно напишите об этом в комментариях. Поставьте лайк. Не забудьте подписаться. Кто еще не подписался? Надо обязательно подписываться. Все. Пока. Следующее видео по этой квартире будет про электрику. Небольшое. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.